Добрый день, господин Лембергс. Снова мы тут и снова мы рассматриваем актуальные вопросы, которые нам прислали венсполчание. И первый вопрос. Андрис пишет нам, ему хотелось бы, чтобы самоуправление было первым, кто дает работу производителям модульных домов, а часть продукции продавали бы в Латвии в Венсполсе. Да, когда открывали этот завод, я как раз разговаривал с господином Рависом с господином Рависом и интересовался. Оказывается, в Норвегии квадратметр таких домов стоит 3 или даже 3,5 тысячи евро, но за такую цену тут никто не купит. Так что разница в ценах такая громадная, что это невозможно здесь реализовать такой проект. Так что пока это невозможно по финансовым соображениям. Яна спрашивает, насколько серьезно высказывание в интервью газете «Бизнес Балти» о том, что белорусская нефтяная компания планирует купить или построить терминал в Риге или в Венсполсе? Этому я не верю. А они обычно интересуются белорусы вопросами мощностей, когда у них отношение в вопросах энергетики с Россией обостряется и интерес прокращается, когда они свои проблемы очередные как-то решают. Не верю. Лаура Калдыня интересуется, когда планируется благоустроить двор у первой основной школы. Сейчас ведется реконструкция улицы Плявас вдоль этой школы, а территорию школы, судя по всему, не благоустраивают. Ну да. Видите, когда мы строим водоканализационную систему, меняем, тогда деньги Евросоюза 85% даются и на восстановление покрытия шириной 2 метра. Но ширина улицы значительно больше. Ну нельзя, но мы не делаем, что средину делаем, а остальное не делаем. Мы делаем все. И это дополнительные средства из бюджета самоуправления, чтобы улица была тогда комплексно сделана. И потому большинство наших средств идут туда. Правильно, значит двор первой первой школы, там он сколз, да, он действительно требует реновации. Я с этим полностью согласен, да. Но вот сказать, когда это мы сделаем, я не берусь. Нам надо закончить освоение денег Евросоюза, иначе мы их потеряем. Янис Калнбукс пишет, когда же начнут реконструировать большую площадь и установят ли там фонтан Дэвида Кука. Да. Значит, конкурс на строительство выиграл Остас Целтникс. По плану они должны начинать 26 августа и закончить к празднику города через год, не полный год, но я начал августа. Фонтан Дэвид Кук 23 августа 11.30 нам презентует на комиссии по развитию новый вариант этого фонтана. Пока он в этом деле нас задерживает, но будем надеяться, что он нам даст такой хорошо отработанный, реалистичный по нашему карману проект эскиз, скажем так, фонтана. Так что всем будет возможность послушать Дэвида Кука в интернете. Но в принципе сейчас уже жителям пора делать последние фотографии. Да, надо делать последние фотографии. На фоне Ленина уже не сделаешь, но на фоне остального хозяйства советского времени большой площади сделать. Это дорогой объект, очень большой, потому его не делали, пока мы не достали деньги Евросоюза. Сейчас деньги есть Евросоюза, так что мы его через год останутся только память в фотографиях. Пловец спрашивает, сколько официальных пляжей в Венсполсе и Вента в Галлин-Семсе тоже является таковым? Да, пляжей. Это три. Сталзены, Бушмеки и Большое море. И там есть правила кабинета министров, что там должно быть. Там достаточно большие требования. А вот на Галлин-Семсе это Телдвета. Купальное место. Купальное место, да. Но новые мы не будем пока устраивать. Просто это дорого стоит. Ну и думаю, для такого города КВС, у нас три официальных пляжа, это много. Некто в рубрике «Алло Вентезбал» спрашивает, точнее предлагает, на нашем пляже посадить пальмы, как на пристани. Автор считает, что туристы будут в восторге. Тогда у нас будет, как на Гавайских островах. А еще на пляже надо выстроить бетонные конструкции, дорожки, которые уходят в воду. Такие есть в Крыму и выглядят красиво. По ним можно гулять, с них же нырять и ловить рыбу. Да. Ну не знаю насчет пальмы. Озленители пусть думают. Конечно, это временно, это только может быть в этих коробках, потому что в естественных условиях пальма не растет круглый год. Не могу дать ответ, не знаю. Надо рассмотреть. Что касается делать какие-то объекты, такое гидросооружение, мост, море, это нет необходимости. У нас южный мол, прекрасный. Там и рыбу можно ловить, и походить, и можно идти до маяка больше километра. Где еще такого вы видите? Ну что вы, это прекрасно. Искусственные сооружения, они только портят вид этого пляжа, я думаю. Это там, где нет ничего подобного. Да, тогда да. В Крыму такого мало нет. Ну да, Крыму такого мало нет. Поступил и такой вопрос, есть ли возможность в этом году использовать деньги ЕС для утепления части многоквартирных домов? Или же его можно получить только если утепляется весь дом? Да, там такое дело. Советский дом теряет на квадратный метр в год, где-то 170-190 киловатт-часов энергии. Вот. Ну, значит, чтобы получить деньги в Союз, надо снизить до 100. Если вы будете утеплять только в конце, вы не получите такого эффекта, значит, не получите деньги Евросоюза. Потому, в принципе, только комплексный может, проект может получить. Вот как в Думу мы сделали, утепление, да. Мы теряем, у нас снизилось от 170 до 40. Вот тогда мы можем, да. Нам накап окупается, по-моему, за 7 лет инвестиция. Или даже быстрее. Ну и, собственно, на сладкое, так сказать, я оставил комментарий Каспора, который вас хвалит. Пишет, супер, молодец мэр, что вот так участвует в мероприятиях. Рад, что господин Лембергс поддерживает всяческие мероприятия, в том числе финансово. Речь идет о Гетто Геймс. На прошлой неделе родился новый интернет-хит, господин Лембергс с вашим выступлением танцем. Как прокомментируете? Да, ну я слышал, и мне задавали вопросы, ну было ли, где, у кого я учился этот танец, и был ли этот экспромт, или это было запланировано, так могу сказать. Был абсолютный экспромт. Я просто ходил по улицам, и я хотел посмотреть, ну, возможно, все виды, все спортивные виды, которые, значит, в составе Гетто Геймс, 18, но, правда, не все я видел. И я был, значит, сперва скейт-парк прошел, потом пешком дошел до Олимпийского центра, там были эти велосипеды, там были эти руки, которые отжимают, потом это были танцы, уличные танцы, я довольно недолго там был, мне нравится это дело. И потом надо было возвращаться на скейт-парк, и я сказал, а на Большом проспекте, я помню, какие-то мероприятия были, давай пройдем там, посмотрим. И мы там шли, первое, что было, это как раз данка, эти данки, вот, и еще сомневались там оставаться, нет, но получилось, что немного времени есть, и мы так в уголок зашли, там было место, и мы сели посмотреть, ну, не знаю, полчаса, может быть, 20 минут были. И тогда мне Олдс Байтманис говорит, что надо уходить, там уже в скейт-парк идет в финал полную силу, там мои эти, ну, кубки, эти деньги, что я обещал, что я сам их вручу, но обещание надо выполнять, и мы так тихо-тихо хотели уйти, но руководитель Зелтенча-то увидел, подбежал, спросил, мы уходим? Я сказал, да, мы должны быть на скейт-парк, он просил, не могу ли я выйти? Ну, ну, хорошо, ну, как я могу отказать? Ну, пока там нашли, где выйти, там, там, забор вокруг, зашли, тогда он показал, еще одного господина из Голдена пригласил, и показал, что вот мы при музыке должны, ну, просил нас, чтобы мы показали какой-то танец, чтобы трибуны могли тоже танцевать. Ну, вот, сперва господин из Голдена, я не помню его имя, вот, а потом я, ну, ну, как получилось, так получилось, это полный экспорт. Когда я, ну, танцую на свадьбе, на день нождения, под утро я так и танцую примерно. Ну, позитивно. Может быть, и посмотрят там, элементов могло быть побольше, конечно, ну, нормально. Ну, получилось очень позитивно, огромное число. Да, действительно, всем спасибо зрителям за добрые слова, очень приятно, да, что понравилось. Гетто Геймс – очень крупное такое мероприятие, да, молодежное, вот уже второй год у нас в Венспасе происходит, как вы смотрите на это? Да, второй год, 30 тысяч мы дали на это мероприятие, мы его проанализируем вместе с организаторами, и я настроен сам, что надо продолжать это сотрудничество. Конечно, если условия будут для обоих сторон приемлемы, да, но 10 тысяч зрителей, молодежь в основном, мне лично нравится все это, я это все лично тоже поддерживаю, как вы знаете, да, я думаю, базы мы развиваем, будем развивать, что касается всех этих видов спорта, да, в том числе экстремальных, вот, так что место в Венспасе выбрано, по-моему, не случайно, и мы должны быть на этом обороте, как передовой город. Ну что же, на этой позитивной ноте мы заканчиваем, больше вопросов нет, большое вам спасибо и всего доброго. Спасибо, всего доброго.